Для этих пернатых раннее половодье только в радость. Целые стаи диких лебедей нежатся на солнце. Поля превратились в озера. Обычно сброс воды на гидростанции в это время только начинается, а в этом году пошли с опережением на месяц. Сбросили первую воду еще в начале марта. Март у нас оказался самым теплым с 30-го года. По Самарской области средняя температура оказалась выше 2,2 градуса с плюсом. Это выше нормы практически на 8 градусов. Поэтому и половодье у нас началось раньше. На Верхней Волге половодье уже закончилось. Жигулевская ГЭС к паводку готовилась заранее. Там заменили часть оборудования. В бассейне водохранилища подготовили водные запасы. Расписание сброса контролируется федеральным ведомством с учетом каскада всех волжских водохранилищ. Мы не ожидаем каких-либо серьезных явлений в части затопления территории или подтопления каких-то участков. Надеемся, что паводок будет проходить в спокойном режиме. Необходимо отметить, что в зависимости от развития гидрологической ситуации, а также погодных условий, рост водоресурсов могут откорректировать указанные графики. Сегодня и завтра сброс воды будет со скоростью 21 500 кубических метров в секунду. На следующей неделе темп увеличат на максимум 23 500 кубических метров в секунду. А с 18 апреля и до конца месяца начнут сокращать. Максимальный среднесуточный объем сбрасываемой воды на Жигулевской ГЭС за всю историю – 25 000 кубических метров. В связи с половодией и прогнозы погоды прямая. Оно зависит от количества снега и состояния почвы. Вот в прошлом году, например, выпало рекордное количество снега. В этом году была так называемая европейская зима. На следующей неделе ожидается максимальный сброс в Волгу и значение воды у берегов Самары достигнет 32 метров. Эта цифра мало чем отличается от прошлогоднего значения. И природный баланс как раз-таки достигнут за счет состояния почвы. Все дело в том, что осенью 2018 года была засушливая погода, а дождей почти не было. А вот осенью 2019 с осадками проблем не было. Несмотря на раннее половодие и увеличение сбросов, прогнозируемый уровень воды в Волге ожидается все равно меньше нормы. Это означает, что подтопления в этом году минимальны. Синоптики обещают холодные и дождливые выходные на этой неделе. Ночью с минусовыми температурами. Но так как дело идет к лету, холодный фронт с осадками задержится в регионе ненадолго. И уже в середине следующей недели в Самару снова вернется солнце.